Бессмертие не в памяти людской, как учат коммунисты-людоеды, а сами хуже, чем зверьё и скот, могильщики, расстрельщики их предки. Могилам массов, глухим захоронениям, не эксгумация нужна, не отпевание, а осознание, что их угробил Ленин, завлекший в бездну хитростью обманом. Восторгов Иоанн с Кронштадтским обличали свирех и псок, и пьяных мурдалаков. Такими были их вожди сначала, от них и Тихон был судим и плакал. Бессмертие личности своей осознавать и ждать расплаты и награды очной, когда и нищета, сиятельная знать, предстанут на суде, где Бог поставит точку. Бессмертие, желаемое тварью, о нём тоскуют худшие злодеев, за мысли и дела там всех одарят, там самый смелый побежит раздетый. Бессмертие не в книгах и не в бюстах, и не в названии городов-проспектов, судимы будем в вечности по чувствам и по словам-делам, хотя не все поспели. Всё человеческое к дьяволу причтётся, терпение ради Бога возилищим. За победителей греха поднять бы тосты, там только ты, подобие Божья, личность. Уже сейчас, во временном засеве, на вечность целую и в иную непонятность, и масло не занять у мудрых дев, и лазер там здоров от темени до пятки. Подгибнущим и тленным раздобыть нетленное бессрочное в награду. Туда не взять у дела полстопы, в небесное через нищих поспешим припрятать. 5 октября 2007 года.